Всем привет! Я опять приехал в Драгобыч. В этом городе я уже, наверное, третий раз. Один из выпусков о Драгобыче есть на канале, но в нем я рассказывал коротко о достопримечательностях города. А сейчас я хочу поведать вам несколько расширенную информацию и показать не только достопримечательности этого интересного древнего города, но и также провести небольшой гастрономический тур. В этом сюжете вас ждет не только знакомство с историей города, с гастрономическими особенностями Драгобыча, но и поездка на ралли, которые проходят в этих краях при участии известных автогонщиков. Но все по порядку. По традиции я должен рассказать о том, как можно доехать в Драгобыч по железной дороге. Одноименная станция находится на железнодорожной ветке, ведущей из Самбаров-Стры. Через Драгобыч курсируют два поезда дальнего следования – Киев-Трусковец и Днепр-Трусковец. Первый прибывает в 7.33, второй – в 10.29. На протяжении суток также можно воспользоваться электричками – это пригородные поезда Львов-Трусковец и Стры-Самбр. На протяжении дня проходит восемь пар поездов в каждом направлении. При этом, находясь, скажем, в Трусковце, утром можно без проблем доехать за 20 минут до станции Драгобыч и прогуляться по древнему городу. Летописи гласят, что Драгобыч был основан в конце 11 века. В разные периоды город находился на территории польских земель, Речи Посполитой, Австро-Венгрии, затем в составе Западной Украинской Народной Республики и с 1939 года в составе ОССР. Узнать значительно глубже историю города вам помогут в информационно-туристическом центре, который находится в здании ратуши со стороны площади рынок. Здесь вы получите всю необходимую информацию по городским достопримечательностям, а также где находятся музеи и другие интересные локации. Старые дома, до сих пор сохранившиеся в городе, имеют свою историю, ведь многие из них принадлежали состоятельным особам и строились с особенным изяществом. Например, на улице Шевченко находится вилла бургомистра Яроша, управлявшего Драгобычем с 1909 года до распада Австро-Венгерской империи. Еще один необычный дом находится на перекрестке улиц Жупной и Данила Галицкого. Внимание привлекает башня со шпилем и статуя на фасаде. Суть по архитектуре XIX века в те времена было модно украшать дома различными инсталляциями, поэтому на фасадах старинных домов видны различные изваяния в виде играющихся детей или атлантов, поддерживающих на себе элементы зданий. Один из таких домов находится на улице Мазепы. К тому же фасад дома привлекает внимание своей изящной отделкой, плиткой с узорами. Храмы, которые находятся в Драгобыче, это отдельная тема. Их довольно много, и среди традиционных каменных церквей есть деревянные. Церковь Святого Юра – одно из ярчайших произведений галецкой народной архитектуры. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Относится к концу XV – начало XVI веков. Построено без единого гвоздя или других металлических креплений. Еще один деревянный храм XVI века – церковь Воздвижения Честного Христа. Рядом находится деревянная колокольня. Не менее интересный древний собор расположен в центре Драгобыча. Это костел Святого Варфоломея, заложен в 1392 году польским королем Владиславом Егайло и освящен в 1511 году. В интерьерах сохранились готические белокаменные порталы на стенной росписи и витражи XIX века. Возле костела находится башня, которая используется в качестве колокольни. В центре Драгобыча находится городская ратуша. Здание построено в 20-х годах прошлого века. В нем находится зал для сессионных заседаний. На башне есть часы в рабочем состоянии. Их механизм можно увидеть, поднявшись наверх башни. А выйдя на балкон, который опоясывает верхнюю часть сооружения, можно увидеть панораму Драгобыча. Здесь же в ратуши находится музей весов. Поскольку история города связана с солью, то во времена активной торговли этим товаром широко применялись весы. В галерее музея собраны приборы для взвешивания разных видов и размеров. Есть даже специальные весы для яиц, которые продавались не поштучно, как сейчас, а по весу. Всего в коллекции насчитывается около 500 экспонатов. А эти весы использовались во времена Инквизиции. На них взвешивали женщины, чтобы узнать, не является ли она ведьмой. Показателем был вес меньше 40 килограммов. Считалось, что с таким весом она могла летать на метле. Рассказывая об истории Драгобыча, конечно, нужно уделить внимание и самому главному символу города – это соль. Драгобычская солеварния является старейшей в Украине. Была основана в 1250 году. В течение многих веков солеварение было основным промыслом в Драгобыче. Это и отразилось на гербе города. Сегодня именно соль стала одним из неизменных атрибутов сувенирных лавок и общепита города. Как применяют соль в кулинарии, кроме того, что используют в качестве приправы, я и расскажу в следующей части нашей экскурсии. Далее вас ожидает гастрономический тур по Драгобычу. Вы узнаете, что прячется под шубой из соли, в каком ресторане на еду у гостей лепят вареники и где подают соленый кофе и десерты. Итак, начну, пожалуй, с рассказа о традиционном украинском блюде – это вареники. В Драгобыче есть ресторан, в котором сломались стереотипы о том, что вареник – это белое тесто с начинкой из картофеля или мяса. Повара ресторана «Пастель» дали волю фантазии и сделали вареничное меню с несколькими десятками видов этого блюда. Они могут быть разного цвета – зеленые, оранжевые и даже черные. Одна из особенностей данного заведения – это витрина, где на ваших глазах кружочки из теста вместе с начинкой превращаются в изящные фигурки будущих вареников. Самое популярное блюдо – это ассортей «Большой гурман». Здесь собрано семь видов вареников – с мясом, картошкой, капустой, куриными потрохами, грибами, зеленью и брынзой – швабские. К ним подаются сметана, грибной соус и шкварки. Но это еще не все. На десерт в меню можно найти даже шоколадные вареники. А тем, кто любит традиционные угощения, подадут классические вареники с сыром и вишней. Теперь перемещаемся в ресторан под названием «Соль». Скромные входные двери и вывеска без пафоса. А вот внутри гостей ожидают уютные залы с дизайнерской мебелью и меню с фирменными блюдами, которые запекаются в соли. Как известно, запекание на подушке из соли – особый метод приготовления мяса, птицы и рыбы. Солевая прослойка служит своеобразным буфером для жара, духовки или гриля, равномерно распределяя тепло. Кроме того, за счет того, что соль впитывает лишнюю влагу, мясо получается идеально сочным. А в то же время взаимная диффузия позволяет соли впитаться в мясо ровно настолько, насколько это нужно. Например, рыба запекается в шубе, которая состоит из соли и белков. После приготовления рыбу подают на стол. Для большего эффекта делают фламбирование, то есть поливают шубу из соли коньяком и поджигают. Разбивают соляной панцирь ложкой. Убирают все куски соли и раскладывают рыбу по тарелкам. На десерт отправимся в кафе Кавун. Небольшое по площади уютное заведение удивит своими кондитерскими изделиями, которые готовятся с солью. Также здесь подают соленый заварной кофе. Все пирожные и торты готовят в собственном кондитерском цехе. Эклеры с карамельной, фисташковой, ванильной начинками, суфле разных видов и фирменный драгубльский торт. В его состав входят корица, грецкие орехи, фундук и соленая карамель. И еще одно фирменное угощение – соленый кофе. Его здесь тоже готовят по особому рецепту. Добавлю, что кроме десертов, кафе Кавун также предлагает меню горячих блюд и закусок. Одно из них – угощение под названием шакшука. Готовится оно из яиц, жареных в соусе из помидоров, острого перца, лука и приправ. Мы познакомились с историей Драгобыча, его памятниками, особенностями кухни, но за кадром осталось много чего интересного. Уроженец Драгобыча Степан Рудницкий поведал мне о туристических маршрутах, которые охватывают соседние с Драгобычем районы. Это Борислав Трусковец-Сходница. Кроме того, в городе также активно поддерживают спорт, в частности, занимаются популяризацией авторали. 9 февраля группа поддержки отправилась на соревнования «Зимние вершины». Это единственный зимний этап в Украине. Знакомившись с архитектурой, с историей, с событиями города Драгобыча, можно уже зрозуметь, что вы уже в Европе, потому что история Драгобыча, как в принципе, города Галичины, неразрывно связана с историей и определенными этапами европейской истории. И чтобы как-то привернуть внимание, что сегодня еще наша подія десь приурочена, происходят черговые соревнования автоперегоней, спальными, скажем так, с усилями местных автолюбителей, это МААП, Международная Ассоциация Атмосфер Прикарпатия и Галичский автомобильный клуб. Уже вкотре, я працював, скажем так, в органах владения Драгобычской администрации, где все время мы начали это, и это уже тривало годами, что наши краеведи стоят, скажем так, местом змаганий профессиональных автолюбителей, но где-то с боку местной влады это всегда поддерживается, потому что это есть певная промоция краю. Кроме того, что эти автомобилисты сюда приедут, с ними приезжают команды, очевидно, это медийно выяснилось, и мы понимаем, что, ну, в целом, регионы Украины мают укриваться один в одном. Чем больше люди будут чути про нас, мы будем чути про другие регионы, и мы рады будем ждать гостей. Добавлю, что это один из этапов национальной серии Кубка Карпат, который проводит Галичский автомобильный клуб. Посмотреть на зрелищные заезды экипажа приходят как постоянные поклонники этого вида спорта, так и местные жители. Уже в пятый год поспиль мы проводим зимовые вершины, национальную серию Кубка Карпат в ралли. Участников не много, но качество и квалификация этих участников достойна. Бородьба идет серьезная. Еще мы планируем три этапа национальной серии, они будут в липне и в вересне. Ну, а ближче змагание, которое в статусе чемпионата Украины по гирских гонках, будет 5-6 квитня в месте Трусковцы и на перевале Бориславской единицы. Напомню, что подробный рассказ о соревнованиях и видеоролике на автомобильную тематику вы найдете на партнерском канале М2 Моторс. Ну, а всем зрителям желаю удачных и приятных путешествий по железной дороге. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!